Челябинск После войны здесь установили памятник Ленину и дали гордое имя «Площадь революции». Начали проводить майские демонстрации и другие праздники. Лес за памятником формируют в городской сквер. Устанавливают фонтан, которых на памяти старожил насчитывается аж несколько штук. И где-то в 50-е годы появился фонтан. Такой круглый, но правда без фигур. Чуть попозже, уже в конце 50-х годов, скульптор Кондратьев сделал такие интересные горельефы, по-моему, из фигурки детей, женщин, девушек. Но сам сквер, он был заросший. Здесь было много кустарников, сирени. Весной особенно было уютно и так далее. В 70-е годы решили, все это убрали фонтан. Это в конце 70-х годов убрали фонтан. И все вот эти, практически заново сделали сквер. Тогда фонтан приобрел прямоугольную форму, а края чаши облицевали каслинским литьем. В таком неизменном виде сквер просуществовал почти 50 лет, а вот площадь напротив памяти Калинина переживала разные времена. И одно время казалось, что она лишилась своего официального статуса и превратилась в уличный базар. Когда речь заходит о торговле на площади революции, большинство челябинцев представляет этот торговый подземный комплекс. Однако в 90-х годах прошлого века вся торговля оказалась на поверхности. Мясо, яйца, рыбу и домашнюю одежду продавали прямо напротив памятника Владимиру Ильичу Ленину. Мы торговали всем. Стояли машины в много рядов. Я сам тоже неоднократно покупал и продукты, и бытовые товары, и даже мебель. Ну, одежда, само собой, практически нельзя назвать ни одного товара, которого бы здесь нельзя было купить. Позднее базар решили спрятать под землю, ровно так же, как в 60-х спрятали пешеходов от обилия городского транспорта. После того, как в 1999-м торговцы с площади революции ушли, она, как и полагается, зажила своей парадной жизнью. Дмитрий Лазарев, Борис Абрамов, ОТВ Дмитрий Лазарев, Борис Абрамов, ОТВ